хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя науменко сергей александрович под рождение 8 августа 83 года откуда сам рона с города нижнего города магнеровец ну да сидел сидел за что сидел за убийство сколько лет дали дали 9 лет что это за история с убийством что случилось я заступился за девушку ну отдыхали в компании вчетвером я с девушкой и так назовем товарищ девушка вот отдыхали вчетвером на квартире у них пригласили нас гости и какой-то момент они поругались то есть та пара поругалась муж схватился за нож я его первый раз успокоил все нормально потом получилось то что они как-то ну какой-то момент удалились к себе в комнату их долго не было я пошел посмотреть где они находятся захожу девушка отползает от него по дивану пытается защититься а он на нее нападает с кухонным ножом естественно не мог стоять я подошел к нему и говорю сашей это ты чё делаешь мы только разговаривали ты зачем за нож хватаешься если ты решаешь какой-то вопрос своей женой делаю это на словах или как то там ну точно не за нож в общем я его отталкиваю он идет на меня с ножом у нас происходит с ним драка я не я не знаю как получилось что я забрал у него этот нож и ну он сопротивляется продолжает я наношу ему удары ношу удары рукой а в руке нож то есть по траектории удара когда мне показывали фотографии все ну не так наносится ножом удары просто я наносил удары в голову кулаком получал что я его калечу ножом то есть я даже уже не понимал что но что есть настолько был или напуган или в таком шоке что такое вообще может быть происходить я даже не ожидал что такая ситуация развернется в общем последний удар который я нанес он получился ему как я хотел ему ну сбить дыхание чтобы маленько ну все-таки остыл там или чё получилось что ножом я ему спину откнул да виноват не удержался не мог сдержать себя то есть на что мне объяснили когда ты забрал нож нападение на тебя прекратилось я говорю я понимаю но показаний жены говорит одно то что она говорит если не серёга то есть он у меня порезал как же так то есть ну место защите было то есть я имел право защищаться то есть это вообще сто восьмая статья нашего ука то есть рф то есть превышение пределов самообороны мне пишут у тебя внезапно возник умысел мне просто говорят у тебя внезапно возник умысел на убийство то есть мы сидели отдыхали я внезапно решил убить человека вообще никак не клеится что мне сказать запросили девять с половиной дали 9 когда сел в семнадцатом году это первая фотка до куда-то вообще он занимался ну я работал водителем где как с работой туго тоже не знал в новгороде нижнем новгороде да то есть попадались то момент какие-то куда-то съездить или что то есть за руль там уедешь то есть ну работу 1 стабильно было или нет нет не стали ну то есть где-то зарплата не устраивает на там месяц нам иногда 15 тысяч в месяц что это то есть это ни о чем вот так вот перебивался где-то семья есть ну мать мать сестра жена нет не жена я сказал сразу девушки я говорю ну вот готов с которой жил я говорю чё 30 лет те что ты будешь меня ждать меня девятка живи для себя то есть но я понимал что я скоро не выйду вам бы там может быть там 35 лет да я понимаю что я совершил такое но но не настолько то есть я были сам не полез никак я просто действительно увидел угрозу что сейчас тем более второй раз не это повторился второй раз он схватил ложь не первый и пытался убить мне сказать тебе надо было вызывать полицию просто тебе надо было за полицию на что я говорю а в течение того времени пока полиция приедет ничего уворачиваться или там прыгать с ножом в квартире еще четырехлетний ребенок их ребенок янка там девчонка у них маленький то есть я не знаю что делать и этот парень потом узнается на суде что у него уже была 111 это 111 нанесение тоже ну короче он уже резал людей вот это все узнается потом уже в деле на что суд не обратил внимание не разобрался ни в чем я писал опеляшки пытался что-то доказать обратно а два ко мне два адвоката было делали в принципе все что можно пишут бумаги все грамотно пацаны помогали тоже там опеляшки писать подсказывали что нет и все девять лет твое держи поехал частично я был в сознанке но а еще миллион иска мне прилепили девять лет и миллион иска где я возьму работы не дают на нужно отдать да конечно обязательно миллион сто миллион сто если быть точным потом убрали потому что православных похоронах не учитывается алкоголь то есть четыре тысячи скинули то есть вот что они могли сделать и все миллион сто отдать зарплату на зоне не дают 80 статья это 80 статья это у нас отсидел полстрока ты уходишь на принудительные работы то есть тебе платят ставку там допустим 16 тысяч минимальный оклад труда кстати путина это говорил чтобы люди быстрее адаптировались к вольной жизни начинали работать копейка там отлетает государству и человек работает ближе находится ну к родственникам то есть он более адаптируется к жизни к вольной вот это время и он может уже допустим от у меня девятка я четыре с половиной отсидел могу уходить на восьмидесятую работать какое-то время и могу раньше уйти раньше чем через вот четыре с половиной года которые остались в той исправительной колонии где был мне всячески это рубили а где сидел к 12 это где это нижегородской области самый край киров рядом вот то есть всячески не дают поощрение пошел работу не работал ни одного рапорта не было не работал пошел работать полетели рапорта ни за что то есть отрядник у нас был подполковник вот это вообще отдельный момент настолько подлый человек я не знаю как вот они следят за всем этим как вот гуси на это смоет генералы приезжать никто не уходит у нас по 80 статье он расширяет свою свое швейное производство на территории лагеря личное но это не личное вроде как а ну естественно все лавэ хорошо там идет нам зарплата сколько рублей 300 в месяц это хорошо то есть это у меня получалось что я могу себе сахару хотя бы взять пачку сигарет это вообще получалось шикарно зарплаты иногда достигал я вот листочки все сжег ну потому что ну все я поехал без надобности они я никуда их не делал они все равно пропали 50 рублей 40 рублей в месяц ну это что такое издевательство никаких условий труда нету элементарной даже вытяжки то есть синтепон швейные производства вот это все это все вредно даже элементарные вытяжки дыра в стене с вентилятором это не вытяжка все дохают все вот это все равно отражается на здоровье пацаны молодые запирают все кормежка вообще ни о чем то есть кормят я не знаю каша постоянно мы четыре месяца ели сечку завтрак обед ужин ели сечку я не говорю уже про яйца какие-то масло четыре месяца перед новым годом я сейчас скажу даже числа с конца ноября где-то вот четыре месяца просто жестоко вот так вот работаете чуть что рапорт все до никакого не видать а рапорт закрывается за целый год или поощрение заработано поощрение не дают чё хочешь что и делать когда приехали представители вагнера приехали не представители вагнера пригожин пригожин я вообще ни разу не приехали человек 7-8 военных с погонами то есть они в камуфляже с погонами был разговаривал со мной подполковник но это точно я потому что служил в армии я знаю то есть с двумя звездочками большими разговаривал подполковник ну то есть они представились что представители именобороны это не просто говорят ну вы понимаете то что мы на войну вот тут вот собираем зарплата такая это объяснил условия зарплата 100000 чистый лист то что тебе потом как будто ты не судим то есть ты если останешься живой все с чистой совестью на волю через полгода до до полгода контракт и сколько оставалось до конца у тебя чуть больше трех лет подписал контракт когда подписал контракт я 20 декабря но с другой стороны стояла группа вагнера на подпись человек а вообще-то мне учитывалось я видел две буквы министерства обороны мэлла все как чего-то я как-то очутился вагнер а просто говорят вы вагнеровцы и все то есть министерство обороны у них даже форма маленечко другая вы говорят это и чего кашники просто зарегистрирована бумага то что как министерство мы еще переглянулись огнем а как так вот что-то это потом не объясняли что она вообще в россии запрещено то есть человека на тот момент ну как сказали и вообще никак не существует что ли еще то есть вот ты не официально но подписываешь бумагу и все все это знают то что ты едешь в родину войну когда приехал украину в украину во двадцатого декабря там 20 декабря 20 декабря прилетели в украину и прям по шурику просто писали переоделись и поехали тренироваться сколько лагерь имеет человек сколько сидит в котором я сидел ну около 600 насколько согласилась поехать поехала нас около 70 человек это первая волна была у нас первые опять же потому что говорят что не давала этому начальнику колонии он не давал чтобы кто-то ехал туда по одной простой причине у него швейное производство там люди шьют зарабатывают денежку ему было как я сейчас уже понимаю что не выгодно было отправлять людей потому что они работают даже пацанов молодых которых которых согласились ехать туда убрали по одной простой причине сказали у вас не лады со здоровьем а пацаны по 25 лет у вас аритмии еще четко придумали короче по медицинской части их просто не допустили просто убрали так как говорят мне сюда с гепатитов свечем приезжают да с этим нет то есть сердце бьется пацан молодой 25 лет говорят у тебя учащенное сердцебиение и выбрал именно тех которые работают на швейке где стоял не воевал целеный пункт какой так много путешествовали по ночам то есть говорят мы были под лисичанском потом красная поляна я был под лисичанском не воевали мы ездили потому что лисичанск уже на то время был захвачен ну да копали окопы то есть там вот так вот потом мы были красные поляна вот последняя как раз откат там был мы приехали туда ночью 29 выехали ночью то есть 30 мы были уже там приехали два дня мы там ну якобы провоевали там потому что ну такой обстрел не знаю нам сказали за них займите позицию держите я не знаю мы сидели по нам стреляет все что можно из любого вида оружия танки и гранатометы пулеметчики снайпера это вообще просто нереально что-то не попадал в руку попал сюда мне когда двери были полностью заблокированы рикошетом сюда попала пуля не проткнул ничего не пробило просто рикошет не а вообще был шоке то есть мы даже не знали все вот эта точка вот там нужно захватывать держать оборону сидим держим оборону пришли как начали стрелять а мы чё зеленые то есть мы вообще ничего не понимаем даже не знаем как перебежать все уже в башке вот это стало включаться чему чё подсказывали чё это кое-как пробегали вообще не понимаю как меня пуля не достала господь отвел вообще пацанов некоторых на подходе еще даже не подошли к деревне уже за трехсотила паренька короче ему сразу два колена снайпера прострелили то есть он даже не дошел до позиции как дошли до первого дома еще два трехсотых сразу одному руку другому ногу но руку одному по ему повезло им сразу замотали она на вылет пуля прошла а другому по ногам он просто кричит пацаны говорить я вот я чувствую все я вытекаю сейчас это озябну мы ему естественно перетянули все где взяли и когда так в плен меня взяли третьего числа после отката 3 января нет 3 февраля до мы откатывались откатились я там промок провалил хотели что значит отход нас заменила другое какое-то подразделение не знаю заменял другой говорит ваша уходит вы пойдете на другую позицию вот мы пошли ночные спали все измотанные не жрали три дня три дня точно лежал ничего не пил ни воды ничего то есть ели ледышки бутылку найдешь расколешь и и вот ледышки вот эти то есть даже вот до такого выходил что не могли не попить ничего откатились слава богу забрали раненых то есть все вынесли вывезли это сделали то что со мной я сам лично вытащил не вытащил а вывел двух трехсотых там раненых у одного что там задницу ранее у другого там внутри лица короче во рту там вообще все пошибал то есть он слюни текут все такое но он ходячий то есть был то есть вот я их вывел пришли до точки медики там посмотрели все забрали все вышли ранее все трехсотый всех вывел чудом опять же чудом я не знаю как так получилось вот эти перебежки вот действительно ведь бог вот прям отвел прямо видишь уже пули просто видишь просто ну такой страх уже так все замедляет просто смотришь они летят кругом просто нашего как комары в лесу и так вот и не знаешь куда деться но они не попадают почему-то видел как ранен пацанов то есть да все это видел но сам я не знаю так где взяли в плен а вот в плен взяли как мы откатились пришли на какую-то базу привезла нас машина мы были где откатились в поле в каком-то загрузили в машину отвезли там мы ночи опять не спали уже утро все будет сегодня будет целый день отдыхать такие хорошо отдыхать отдыхать и собираем нас записывают кто чё кто кого то есть оставшиеся из этого из моего подразделения соединили еще там с кем-то уже в перемешку получилось то есть кто-то там уже старенький ну кто отслужил там допустим четыре месяца то есть получилось солянка и сразу же как записали говорят пятиминутная готовность ребят собираетесь вы сейчас выступаете короче выходить то есть на позицию идете там подменять наш потому что но они там держат вроде они там устают там лечет надо их это поменять тоже так же как произошло вот в этой дереве мы собираемся естественно идем то есть ну все замучены уже никакие я еще провалился там в воду то есть у меня чё было то а дело чё пацаны дали то есть меня как взяли у меня форма говорит кто такой вообще чуть чуть тебя задержит как выглядишь я так и так чё было то и дали вот и пошли в какую-то лесополку я не знаю что это такое все одинаковое просто длинный лес полоса тут поле обходим все тоже самое только с другой стороны и вот так шли шли я не знаю мы шли вышли мы часа в три а пришли ночью где-то в начале 12 то есть мы со всеми грузами все бы к все что надо было взять то что нам дали говорят берите гранаты патроны вот эти все там пулеметы там кто чё кто во что угораз короче набрали идем в эту лесополку говорят там займете позицию в окопах и держите и мы приходим окопов нет то есть пара цель старший связывается надо копать надо их еще выкопать а время ночь будет завтра будет наступление то есть завтра будут по вам стрелять вам нужны окопы вот мы ночью копали копали все время 2 часа ночи надо идти за пайками то есть надо кушать что-то у нас ни воды ничего нету мы идем в лесополку я по этой дороге шел туда мы все туда шли все нормально идем обратно то есть нам было вернуться чуть-чуть на позицию и взять там сух пайки там как раз вот ну на всех берем сух пайки нас было четверо трое идут вперед я отстаю то есть я измотался настолько еще я не разгрузил бк мне тяжело то есть у меня в разгрузке во всех карманах 545 патроны упакованы помимо рожков то есть граната этот медичка жгут мент и укол этот мощный короче какой-то если там ногу руку оторвет вот все и вот эти все патроны я иду я чуть живой у меня дали меньше всех пайков но я так и замучился у меня температура я еще одна этой красной поляне утонул провалился под лед полностью то есть весь сырой то есть что штаны дали поменял ботинки все короче вот с температурой иду мне плохо эти трое отрываются от меня и просто меня оставляют я иду я знаю куда идти дорога длинная они ушли вперед я уже их не вижу время ночь я иду вот уже все на последнем дыхании дохожу останавливаюсь именно в том месте где сидят вот три украинских солдата это с тобой говорят вот эти трое сейчас пришли ты с ними я говорю ну да мы это нам нужно проверить говорят тебя ты лесополку зайди не пали позицию то есть ну это понятно но я в таком состоянии чё как мальчика взяли реально вот такая история я двигусь в лесополку он говорят так там говори там чё кто откуда ты под прицелом тебя двое держу ты потому что мало ли говорят кто ходит или чё то мы здесь наша позиция кто ты нам не известно но если ты с этими тремя мы сейчас узнаем и пойдешь дальше далеко я не ушел учет по рации там поговорим ну как я сейчас уже понял он сказал уже то что тут вроде чувствуется наш клиент сейчас мы его упакуем ну говорят рожей в полке автомат в сторону и рожей в пол я ложусь ты вроде кацап я не знаю что такое кацап мы русский да русский ну все ладно ясно и короче один выбегает двое кричат мы тебя держим ты не вздумай дергаться я говорю я не дергаюсь он мне завязывать сзади руки ну автомат выбирают я его справа от себя положил забирает вдвоем подходит поднимать меня ведут и начинает обыскивать где говорят документы у тебя какие документы у меня нет никаких документов ну как ты как сюда попал ты же русский как-то украину приехал без документов я говорю для меня не вот так ты сидевший что я ну да так ты вот ну да чего началось короче у этого я не знаю это не забудешь короче я думал я все я лежу я думаю это ну все они просто сейчас меня разорвут нет оказалось не так они ну конечно я понимаю не злые то что я к ним пришел тут воевать убивать то есть да это их правило так поступить я не осуждаю ни в коем случае x они чем мягко со мной обошлись очень мягко со мной обошлись потом привели меня к себе в лагерь завязали глаза то есть вначале шапку натянули завязали скотчем шапку чтобы ну не видел куда чего привели стали разговаривать чего как откуда ну в принципе вопросы всегда были одни и те же и это гвать замерзся они-то одежду на мир здоровье вообще то есть майка все холодно снег все это укрыли меня этим спальным мешком будет замерзся да не холодно украинский солдат укрыл меня ничего там его с ним разговаривать чё пришел но так и так говорят то что тут твою террористы мирное население терроризируют то есть убивают почем зря то есть такая ситуация так как они вроде в состав россии вошли луганская луганская донецкая херсонская запорожской области вроде их терроризируют террористы и вроде вот нас сюда прислали бы ну ты видишь вот я как с тобой разговариваю как я на русском языке говорит с тобой разговариваю я защищаю сейчас свою страну ты сюда покой хрен пришел мы с тобой спокойно вот даже сейчас разговаривать ты же видишь что все не так все упаковали нормально сигарета в курсе что группа вагнера признана террористической организации в мире сейчас уже да сейчас уже в курсе то что до этого я знал что она просто запрещена то есть ее как чвк у нас запрещено не существует как бы на бумагу а то что она террористическая на то есть выходит террорист получается да почему пошел на войну вообще личный интерес интерес был в том что мне нужно был чистый лист это точно не за денег чистый лист и у меня но это лично это что у меня отец умер матушка одна осталась она мучилась я пытался выйти из тюрьмы как-то работы еще что-то ну такими способами ну да там без разницы мне лишь бы поближе быть туда они ну всячески препятствовали мне то есть не иск не заплатить не не выйти ничего не давать ну смотри ну понимаешь это твоя личная проблема да это моя личная проблема это твои личные проблемы внутри государства верно я согласен с этим ну то есть решать его за счет другого государства и моего в другом государстве это как-то не алё да вот чисто так да да но на тот момент который мне говорили информацию доводили это выглядело совсем иначе приехав сюда я действительно увидел что это все не так а что говорили ну то что террористы мирных жителей обстреливают просто обстреливают им я не знаю какой причине то что там деле ну то что они хотят состав россии войти то есть там какие-то движения у них вот такие по гражданское видел украине гражданских украина уда видел что говори да мы не разговаривали то есть я вот допустим иду вижу там бабушка какая-нибудь что там добрый день то есть встречали вас были рады или как вот как это все происходило ну то что рады я бы не сказал просто видит солдат солдат идет я бы не скажу на вон конец приехали там лечить нет такого я не не он то также представляет в россии это все что есть как бы ждут освобождение правда нет в россии показывают то что наши как заходят там я не знаю свадьба все приехали наконец-то нас освободить надо что-то освободитель называют я уже не пера слышу то есть нам вращаются освободители то есть отчего освобождать если они тут между собой весь конфликт у меня между собой ребята что-то не решили там области и все мы какого вообще полезли сюда ты имеешь ввиду донецк и вуганск да ну да вот эти области которые то это же страна одна была то есть они между собой что-то не разобрались там или чё-то мы пать вообще зачем сюда приехал то есть я сейчас вижу эту ситуацию что мы здесь вообще не нужны и не были нужны не только сейчас и изначально то что мы здесь не нужны никак за что вы ее друзей можно объяснить нет не понимаю сейчас уже за что раньше объясняли вот то что террористы а сейчас виде всю ситуацию которая происходит я не понимаю что именно на выборы ходил не я же тюрьме сидел мы не до этого вообще стараюсь и такие мероприятия почему да ну зачем все равно бизнес все выберут мне кажется ну там же уже все определено кто и будет у руля и кто чего не первый день же я живу нижнем городе как это бывает иначе будет владимир владимирович все нравится владимир владимирович говорит хорошо да все ну хотелось бы чтобы это все конечно закончилось побыстрее но я не знаю мне иногда кажется что ему информацию вообще как будто и доносит ну совсем так как она есть а смотря почему такая постановка вопроса до информации об этом всем я уже не первый раз слышу чтобы яре плохие а царь типа хороший это же путин как бы верховный главнокомандующий он вверх он приказа дает он виноват лично в этом все а вот как бы россияне хотят его как бы отмазать где потом шойгу плохой и так далее но он как бы ответственный за всю страну из-за того все что делают россияне по сути да я не знаю почему так ну вот даже ты это старается да вот там типа ему не так доносит но потому что по делу действительно вот как происходит я не думаю что он хочет я не думаю что он хочет вот этого кровопролития а почему не думаешь он же хочет захватить территории он же думаю что такой страны как украина нет как нет если она вот она есть но она не должна существовать для него ну я слышал только по поводу вот этих областей то что он хочет присоединить и помочь им чтобы не было никаких террористов а так как вопрос у них в украине не решается мирным путем с 14 из какого с 14 до года они присоединяются к украине он берет их под свое крыло и защищаем эти области но от какой расклад а ты знаешь куда заходила российская армия с каких направлений не мы не заходили нас он привезли куда и в курсах что когда началось полномоставное вторжение шли на киев херсон суммы харьков сразу конечно нет на киев нет даже по телевизору на киев не говорилось как нет обуча ирпинь и не слышал я редко смотрю телевизор но вот то что говорилось еще удивляюсь почему по киеву не бьют если хотят завоевать просто я слышал но что не взяли некоторые высказывания почему киев сразу не хотят допустим взять чтобы все разрешилось или чё ты как-то ну от некоторых я слышал это они пробовали взять на не взяли год так я вот и говорю потому что по новостям и говорил что на киев никто не идет я слышал здесь же опять говорит что зашли с херсона херсон там что-то разбомбили с одной стороны днепра они взяли херсон россияне взяли по нашу ушли потом на другую сторону опять и нашли вот это я слышал чтобы на киев наступали нет в киеве я видел только технику разрушенную который трофейный что еще что-то зеленский фактор у меня такой вопрос удовернился да сейчас вот я так все слушаю так что типа путин со своими сми 140 лимонов или как может быть рейтинги какие-то создает не на тебя никто ничего не слышал ну то есть это все обман 140 миллионов я сейчас вижу что это обман я здесь сейчас нахожусь и видел все своим глазами разговаривал с людьми которые с кем мне пришлось поговорить действительно нормально спокойно без всякой агрессии которые действительно подсказали мне ну и показывают фактами отношением своим что действительно это все не так я это увидел сам лично хотя когда я был с той стороны мне казалось что здесь жестко последний соцзапрос показал что ответственными за войну украинцы почти 90 процентов или 80 считает в том числе и простых россия через то что они это все поддерживает ну по сути тот кто до участвует в этом конфликте не разобравшись да он тоже виноват если все это разбирать нет даже те кто не воюет а вот то что с молчавой согласия это все происходит народ много народу кто не поддерживает этого и их не видно украинцы не видят я не а что они могут сделать это другой вопрос не тоже украинцы тоже этого не понимает ответа что они могут сделать они много чего могут сделать нас маленько политика другая не как у вас у нас в открытую не говорят против правительства у нас не говорится об этом потому что это сразу разгонит малыми группами это разгонит это толку нет пересажают он пакетов те в карман кидают все наркотики ну найдут способ закрыть был бы человек закрыть его не проблем так походу русским просто нравится так жить на этом говне не знаю скорее всего что делать приспосабливается каждый кто как может вот я зарабатываю там 100 тысяч а сосед у меня допустим 10 тысяч я могу им помочь как-то но я его не буду тянуть нет сплоченности никакой не организованность не сплоченность как в городе так и в стране так и здесь я увидел какая здесь сплоченность даже в армии вот сейчас я увидел когда шли воевать я увидел никакой сплоченности вообще нет ни слаженности действий ничего нет я был в шоке когда я шел с этими ребятами воевать я вообще не просто было страшно за свою жизнь потому что и благодаря таким действиям я могу просто умереть ну я не знаю из-за ерунды какой потому что они так отнеслись это не войска так я насколько мало понимаю допустим военном деле ну хоть что-то но элементарная вещь там соблюдение тишины или там какие-то передвижения там ну без шума без сигарет там ведут курят там или в доме в каком-то сидят начинают курить его ребята вас снайпер сейчас издалека он опытный здесь он уже здесь не знаю сколько служит он вас увидит и башку вам отстрелит мальность то есть даже элементарно в этих вещах у нас нет слаженности начинается ругань вот это все нету сплоченности никакой также и устранил мне хорошо а те плохо все до свидания хочет рассказать украинцы да мне стыдно что я приехал сюда не разобравшись в этом деле извинением конечно тут не поможет но я действительно чувствую себя неправым что поехал сюда воевать единственное что что тут сказать мне повезло что я еще никого не убил не никого не застрелил то есть хотя бы ну я не знаю что что еще сказать только вот в этом больше что еще сказать они все сами знают и с кем я разговаривал тоже понимают то что некоторые там входят положение но все равно я считаю для них врагу они меня осуждают и заслуженно осуждают россиян что что-то хочешь сказать подумайте прежде чем идти воевать сюда но особенно в человека не суетесь не наши правды здесь они сами должны разобраться не лезть владимиру владимировичу чтобы поскорее может быть нашел какой-то способ более дипломатический они кровопролитные такое решение конфликта это чтобы поскорее все это закончилось просто гибнут очень очень много гибнет людей что с нашей что с их страны мирное население военных очень много гибнет я желаю чтобы он поскорее конечно все таки нашли они какое-то общее решение это все наконец-то закончилось это очень страшная вещь это очень страшная вещь Субтитры сделал DimaTorzok